I have ways of blowing things off. What's going on there, General? There are no reports of any disturbance, Lord Regent. I don't care. Double the guards anyway. Triple them. Make sure everyone is doing what needs to be done. Yes, Lord Regent. Since the rooftop is secure, you should stay in the safe room for now. My men and I won't sure know what gets up to you. Yes, you do that, General. I have to die. I have to die. I have to die. I have to die on the floor, but there are two corners. I need to be gathered for whiskey and cigar tonight. It's just ridiculous. Stupid cats. Plague. Olixr. What a hell. Давайте-ка я сохранюсь. Я до конца не понял, как тут работает стелс. Видно меня, не видно. Как меня видно, когда меня видно. Туда наверх я не могу, допустим. Туда наверх я не могу, допустим. Не, вот так. Что здесь кроме амулета? Вот что мне интересно. Ой, не амулета, а этого эликсира. Я уже начал заговариваться с начала серии, а я уже поплыл. Круто. Да, тут баки ворвани и эликсир. И все, и тут больше ничего нет. Зачем я здесь? Нежвешно. С этими ребятами я ничего сделать не могу. Хорошо. Ну, в смысле, с бюстиками. Мне нужно... В комнату палача. Блин, так далеко я не вижу, да? Тут я могу спрятаться. Ну, допустим, заодно сохраниться. Да-да-да, это крыса, чувак. Крыса, крыса, все нормально. Надо было сюда это тп-шнуть все. Ты меня не видишь. Правильно свали отсюда. Это было близко. Вот сюда можно крысой попасть. Вот зачем мне нужны были там крысы, да? Я их всех убил. Черт. Я сначала убиваю крыс, потому что они предоставляют для меня некую угрозу. А потом я такой, блин, а мне теперь крысы не хватает. Это печалька. Я мог спокойно туда крыской заползти, и все было бы круто. Теперь этот путь нам недоступен. Или мы сможем найти какую-то другую крысу потом. Или же мне придется вселяться в одного из этих придурков. Оу, я могу тут под столом быть. Кстати, вселиться в придурка это хорошая идея, мне кажется. Кухая. Эй, ты не смотришь так крыс. Да, тут можно спокойно при этом пройти. Нужно найти спокойное местечко, отбросить копыта, потому что он же сейчас очухается. Черт, он меня заметил. Это все? Одного зато я душил. Черт. Это было отвратительно. А-а-а. Но я не знал, куда идти. Он вот бы сейчас вот очухался. Я не знал, куда мне с ним идти. Наверное, наверное, переигрывать я не буду. Че у нас, кстати, по руна. Ай, осторожней. Одна недалеко. Одна прямо над нами. Воу. Жетончик. Ну, жетончик. Монеточка. А че, я эти не пооткрывал? Тут вещи лежат. Вообще-то. Так, отрывки записок доктора Гальвания о должном обращении с чумными. Если из глаза жертвы пошла кровь, значит, наступила последняя стадия и смерти не избежать. Вот действия, должностующие ограничить распространение заразы. Всякий, кто присматривает за плакальщиками, больными в последней стадии чумы, должен регулярно принимать защитные снадобья. Подойдет любое, хоть эликсир соколова, хоть снадобья перо и тому подобные зелья. Простым работникам положена одна стандартная порция. В день офицерам двойная норма. Следует держаться на разумном расстоянии от больных. В случае нужды, используйте древковое оружие и зажигательные снаряды, дабы не подхватить блохи и прочих насекомых, живущих на зараженном. После использования следует со всей возможностью тщательностью вымыть железные конуры, псов, транспортные помещения и сами кареты, которые использовались для вывоза зараженных со специальных места, затопленные кварталы и прочее. Понятно. Так, тут есть спуск вниз. Стоит ли мне эти трупы таскать или нет? И зачем мне это? И это трупы таскать. И это трупы таскать нужно идти к трупу. Я имею в виду, к правильным interrogателям. О, нет. Почему я должен взять его? Он не вредит, если вы готовы для экскурсии или вопросов. Он так странно. Он всегда работает на что-то, что он сохранит в секрете. И он имеет то, что-то, 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 что-то. Поверьте мне, он мягкий, как пиво. Теперь, возьми его ежедневно. Эррнс, дайс. Кто-то помог! Хавчик-то я заберу себе Чувак, тебе под носом по морде досталось, да? Без сознания Я этот дротик уже не верну, который улетел Очень печально Я планировал немножечко не так, но ладно Когда в этой игре я что-то планирую И когда оно идёт не по плану Ну блин, пока это всё стандартно Так, это я, наверное, заберу Крыса! Но этой крысой я не добегу, тут слишком далеко А тут я могу куда-то проникнуть крысой? Может тут? Я пока не вижу каких-то мест, куда я бы мог зайти О, нет, блин, там что, трупа нашли что ли? Стоп, а тут? А-а-а! Су-у-у Это можно съесть Комната палача Та-та-та Крыса Эту крысу я не буду трогать Тут Я так полагаю, тут же знатно нашумел Но без совсем лишней надобности Струба течет, потолочит Я постараюсь всё-таки не убивать без лишней такой надобности Там получилось, короче, очень криво, я согласен Руна 52 метра 17 Подо мной То есть теперь на уровень ниже Она здесь Я сейчас вернусь на тот этаж, я знаю Я просто хочу подобрать руну Комната палача Нормально вообще Сколько я в него болтов высадил Его можно было просто сразу так зарубить и всё Или чё? Руна у него, понятно Я с ним, если вы не против Надеюсь, что палача нужно было убить Никто не будет спорить В смысле, какой truth? Вы хотите, чтобы я его не убивал? Молодец, чувак Молодец, чувак Шоу тебе будет Так Ах, дорогуша Тебе верно, так тоскливо в твоём мрачном подвале Отчего ты не заходишь? Помнишь, как мы заставляли их вопить? Загляни ко мне Я приготовила тебе ещё один подарочек Резной и блестящий Беседу ты поддерживать не умеешь Но мне нравится наблюдать за твоей работой Приходи, я расскажу тебе Сказку Страшно интересную Твоя бабушка Почему у меня такое ощущение, что Как это могло быть ещё живым до сих пор? Пятёрку давай У меня такое ощущение, что это писала старая ветошь Волкодав Так, хорошо Руну мы подобрали С палачом мы поговорили Теперь я чувствую, что я не напрасно Прокачал количество дрочков В арбалете И теперь у меня такой вопрос Помогло ли то, что я в него стрелял столько раз Или он в любом случае сложился бы С первого раза удара мечом Детские стишки Отрывок из сборника поучительных детских стихов На свете когда-то жил Джимми Дирайо Друзья называли его просто Смайли Был Джимми Драчун и Большой Хулиган И тут безобразничал Джимми и там На шумный Бодл-стрит он часто бывал С друзьями резвился и камни кидал Ребята дрались и ломали игрушки И грубо дразнили почтенных старушек Весь день Смайли пил и живот набивал А ночью буянил и шумно гулял Под утро ему захотелось уснуть И Джимми прилёг на мосту отдохнуть Бывают на свете порой чудеса Что даже чуднее говорящего пса Стал Джимми Миногой с большими зубами И помнит лишь то, что зовут его Смайли Немножко не в рифму На свете когда-то жил Джимми Дирайо На улицах больше его не видали Дирайли на улицах больше его не видали Он плавал в волнах Опускался ко дну и жалоба плакал За что? Почему? Неплохо, неплохо На крышу 99 метров Крыска Привет Тут у нас уборная, я так понимаю, да? Угу Он там прямо Фарами светит, смотри Ха-ха-ха Блин, их там просто дофигилиард Я пока сюда не пойду Так, это Кстати, я тут не обыскал Служанка, которую Которую я придушил Вот тут он Он вот тут за стенкой, да? Тут нету двери, хорошо Служанка храпит Я сюда попал Через вот эту шахту Да, тут везде, кстати, эти баки С ворванью стоят Оторванная конечность А, это вот тут я с ними подрался Да-да-да, точно Вот это место Я понял теперь Вот сюда вот Я в прошлый раз хотел зайти И не зашел Отлично Ули Не знаю зачем Итак Мародеры Отрывок из письма Найденного в пустом доме На крайне торгового квартала Радшор В пакгаузах Бесчинствуют мародеры Чума поразила слишком многих И компаниям пришлось Оставить пакгаузы без охраны Муж Мой Малкус Работал на табачную компанию Майерсона Которая закрылась В прошлый месяц В прошлый месяц рода Малкус поддерживал огонь В главном сушильном цехе Говорил при таком При такой просушке Получает самые душистые листья Должно быть Из-за пристрастия к курению Работники табачной компании Заражались чумой Чаще других Одно время Компания сводила Концы с концами Но когда мой муж заболел Огонь угас А табак начал гнить Каким-то образом Мародеры прознали Что пакгауз остался без охраны И вскоре Эти мерзавцы Начали грабить и дома Угу Мехауз Дайс Ну это собственно Место Монтажных инструментов Я слышу звук Вы это слышите, нет? Одиннадцать метров Прямо надо мной Как мне туда попасть? Значит мне туда надо Плакальщик Мы читали, да? Да, да Это мы как раз прочитали тогда Тут у нас этот Фароглазый стоит Давайте я F5 нажму Почему? Я подхожу, блин И нажимаю Control В чем проблема твоя? Сваляй отсюда Вот эти вот моменты Меня бесят Ты подходишь сзади Нажимаешь Control А нифига Черт, вот Я не знаю Зачем я сейчас сюда прусь Мне сюда не надо По-хорошему мне надо вверх Спи дальше По-хорошему мне надо вверх Но чтобы попасть вверх Вот тут была лестница По-моему, да Вот там дальше Сейчас, сейчас, сейчас Вот тут можно было выйти Где Офигеть Я не ожидал тебя здесь увидеть, дружище До свидания У меня 4 дротика осталось Как минимум один я использовал впустую Это я помню Это я помню Ага Давайте в пяточку Чёрт, я бы в ту дверь сходил на самом деле, я не знаю, что там Собаку я бы бесшумно не убил, начнем с этого Блин, там люди ходят, я могу его нести? Я знаю, что я слышал что-то Чёрт, он умирает Бебёк, вон или что-то Офигеть Вот это было для меня сейчас неожиданность, я не подозревал, что здесь такая крыша Он сюда смотрит, да? Так, где руна? Руна там Тут куча всего, мне это всё интересно осмотреть Эмм О, чёрт Рисково, рисково Я бы начал их потихоньку, наверное, вырубать, но что мне придётся тут ходить И все Готовец, здесь Пусть... Мне лучше сделать свой путь здесь! Черт! 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 Он сюда идет! Дай пяточку Интересно, кто меня тут палит И зачем меня тут палят Давайте я вот этого сейчас придушу Мне показалось, если я там кого-то видел До свидания F5 На самом деле я же могу перемещаться с этими придурками Ну блин, что ты так криво-то кидаешь Я заберу Что, больше ничего нет? На тройке статья по организованной преступности Господин, преклонный возраст, утверждает, что его брата похитили так называемые китобои Печально известная банда, которой руководит некий Дауд По словам Питера Мансефельда Его брат Рейдов гордился участием в союзе ответственных граждан Учрежден главой королевской тайной службы Рейдов не видел стыда в том, чтобы сообщать о подозрительных делах конкурента Возможно, это и навлекло на него беду Вечером шестого дня месяца тепла Рейдов ворвался в дом Питера Он был белым, как мел, и дрожал от страха Задыхаясь, он сообщил брату, что за ним гонятся бандиты в кожаных костюмах и дыхательных масках Похожи на те, которым пользуются рабочие на жироварнях Питер предложил брату поужинать А глубокой ночью распрощался с ним и отправился домой Больше Рейдов никто не видел Естественно, блин Нормально так, стукач, промышленный шпион, короче А, мне угрожают, спасите, ну Пф, ладно Так, давайте исследовать Если получится Мне туда, я так понимаю Чё это за чёртов слоу-мо сейчас был? Ладно Я, по крайней мере, этого с тревожной кнопкой Убил Эти твари, те ещё Ну, смотрите, с собаками что ещё делать? Я просто не особо представляю, что я мог ему противопоставить Чё тут за звук? Семь метров руна Она где-то с... Наружи Ой, не руна, это амулет Руну туда, за ней я пойду, это без проблем Насчёт амулета я не уверен, как туда попасть И... Ну, как бы, смотрите Все эти исследования потом, в конце концов, вылазят тем, что мне приходится убивать людей Ох, чёрт, там человек идёт Приходится убивать людей Кого могу, я задушу Ладно Что? Нет! Помни мне! Иди отдохни Смотри, тебе удобно, у тебя даже спина потом болеть не будет Отрывок из театральной постановки Юная леди Амелия в саду за домом Герцогиня, я не знаю мира за этими стенами, но он же не внушает мне страха А, но он не внушает Я хотела бы узнать его, а я избегала я вас лишь из-за трепета, которые вызывают во мне ваше имя Герцогиня Калли, вдыхая аромат и роз О каком трепете вы говорите, моя милая Амелия? Юная леди Амелия, поворачиваясь к герцогине спиной Думаю, вы знаете, что я имею в виду Расскажи... Расскажи вашего отца, все только их и обсуждают Герцогиня Калли, подходя ближе Эти рассказы вас взволновали, не так ли? Прошу, скажите, я ведь ваш друг Юная леди Амелия нерешительно Герцогиня Калли, я... Да, это так, в юности у меня была книга Приключений принца Калли Сара Я зачитывалась ей по ночам Герцогиня Калли шепчет на ухо Я тоже Юная леди Амелия бросается в ее объятия Но разве он не был вашим отцом? Герцогиня Калли гладя ее по волосам Это лишь сказки, Амелия, пища для воображения Юная леди Амелия, сделав глубокий вдох Герцогиня, вы научите меня целоваться Блин, какие сопли пошли Герцогиня Калли приятным голосом Приятным голосом Конечно, но разве еще... Вас еще никто не целовал? Вы еще никого не целовали? Из-за оград появляется голова садовника Аберей Тот говорит слегка за пинкой Миледи, я клянусь, у меня и в мыслях не было подслушивать Прошу прощения Я тут чинил ограду и не осмелился вам мешать Герцогиня Калли, протянув руку Мы тебя прощаем, но в наказании тебе придется остаться Подойди ближе Юная леди Амелия удивленно раздражена на хмуре брови Но он слуга, герцогиня Герцогиня Калли, привлекая обоих ближе Вот пусть и послужит нам юная Амелия Я думаю большинство из вас сейчас поняли Куда идет дальше этот рассказ И что там будет Неплохо вы тут читаете Так Напоминание самому себе Почаще смотреть наверх Потому что Ты глянь, не зря дверь-то Не зря дверь-то приоткрыл Призакрыл, в смысле Вам тут вдвоем будет веселее Там вон и книжечка интересная Можете почитать Возможно вам понравится Я могу пройти за охранником Могу пройти За крыску, наверное Покой генерала Табиуса Карманные часы Генерал Табиас Вынужден снова побеспокоить вас, сэр По ночам палач ходит в казарму Прошлой ночью капрал Хьюз Проснулся и увидел Как этот тип появился Пялился на него в темноте Другие солдаты сообщают Что пропадают личные вещи А вместо них находится какая-то гадость Сандерс нашел на самом платке Несколько зубов Зубов, представляете А Билсон обнаружил Что в бритвенном приборе При раскрашенных крысин Три раскрашенных крысиных черепа На веревочке Не знаю, что это означает Но с этим пора кончать Люди встревожены И они хотят Отправиться к этому блюдку Приконщить его в собственной постели И я не могу долго удерживать их Кто бы он ни был Королевский палач Заплеченных дел Мастер Крысомордый тролль Пусть держится подальше от казарм Первый помощник Грегори Ну, допустим, с палачом мы разобрались Выдержка из исторического документа о государственных чинах и должностях Считается, что королевская тайная служба возникла вместе с самой империей Поначалу простые люди просто не знали о существовании тайной службы Лишь после марлийского мятежа В поддоне которого тайная служба сыграла огромную роль Это название прозвучало публично Первоначальная должность главы королевской тайной службы занимали избранные адмиралтейством офицеры флота или городской стражи В последние годы сложилась иная практика Уходивший в отставку глава тайной службы предлагал на свое место одного из своих подчиненных Таким образом сохранялась преемственность работы тайной службы А это весьма важно Поскольку многие тайные операции длятся годами А все важные сведения передаются из уст в уста С тех пор королевскую тайную службу не раз обвиняли в том, что она проводит операции, о которых не подозревает даже император или императрица Недостаток контроля нередко обсуждается на заседаниях парламента Хотя каждый глава тайной службы утверждает, что для быстрой действенной работы в его службе не должно быть бюрократических или юридических проволочек Ну, конечно, они будут отстаивать свою независимость Усиленные воспламенения Так, ребята Я сейчас вспомнил то, что я хотел вам сказать еще в начале серии Тут поразмыслив на досуге, я пришел к выводу Что или эта игра очень короткая Потому что мы, по сути, сейчас находимся то ли на четвертом, то ли на пятом задании И уже идем за главнюком То ли что-то еще случится, то ли мы его сегодня не убьем То ли будет еще какой-то поворот Потому что, как говорится, ну не может же все вот так закончиться Ты сюда будешь смотреть, нет? Не будешь, вот и славненько Может, и тебя никто не увидит? Потому что ты меня уже порядком достал, чувак Так, там уже двое есть Не будем им мешать Пойдем в комнате этого генерала поваляешься Тут есть классное креслице такое Не хочешь менять генеральское кресло? Я тебе тоже не могу в этом винить Ты прав, конечно, по-своему Не будем тут ребятам мешать Они заняты, у них интересная книжка Сюда я тоже не пойду Так, чувака с сигналкой мы убили Тут у нас получается... Ой, блин У нас получается еще один чувак Пусть тут, пожалуйста, никого не будет Так, отрывок из цикла лекций по естественным наукам Пьеро Джоплин Да, я попытался улучшить конструкцию Соколова А что тут такого? Нет сомнений, что эти идеи пришли к нему Во время наших совместных изысканий в Академии Мы оба часть научного мира Исследователей тайны мирознания Даже величайшие гении приходят к своим открытиям Не без помощи окружающих Которые умом и не блещут Соколов ничуть не лучше прочих Хотя я создал себе репутацию гения в аристократических кругах Да, большая часть моих опытов окончилась неудачей Нет нужды шептаться об этом за моей спиной в клубах Или высоких залах Академии Высокая цель требует риска Сейчас вы смеетесь над моей дверью в никуда Но однажды это устройство станет столь же привычным Как электрические лампы, которые зажигаются на улицах каждую ночь Не так давно вы смеялись над разрядным столбом Или световой стеной Соколова Ваше перешептывание Вашей снисходительной улыбочке Всего лишь проявление вашей ограниченности Чувак, меня больше интересует Когда ты завершишь свою работу над ключом в форме снежинки Если вы помните, что это и о чем я Так Мне нужна руна Туда я пока не хочу идти Опа Покой лорда регента Почему-то я не удивлен Отроге записания смотрителей и их ритуалов На протяжении многих веков Аббаста обывателя СТС Важнейшая религиозная организация острова Она называет своих сторонников носителем истинной веры Другие же верования, за исключением редчайших случаев Считается ересью, которая мешает достичь гармонии и благоденствия Важнейшее место в Аббасты занимает Верховный Смотритель Ему подчиняются все остальные смотрители Женщины из Ордена Оракулов и прихожане всех городов империи Верховный Смотритель может толковать 7 запретов И дает начало таким важным событиям, как праздник Фуги Который проводится в конце календаря Важнее всего то, что Верховный Смотритель дает прихожанам Пример неуклонного соблюдения 7 запретов После смерти Верховного Смотрителя Собирается совет из самых мудрых смотрителей Он объявляет праздник крашеных чайников Первый шаг в долгом и сложном ритуале Выбора нового духовного предводителя аббатства Немножечко знакомо, не так ли? Так Вот этот я заберу Это не картина Соколова случайно? Нет Я тут хожу так спокойно, так-то по-хорошему Тьфу ты На автомате открыл Отчет еще интересного есть Там охранник, тут охранник О, тут что-то есть Выдержки из новой книги, описывающие изобретение Соколова Важная достоинство всех устройств Соколова Это стандартное магнитное гнездо для баков с ворованием Которое используется в качестве топлива Пустой бак просто меняется на полный Причем с такой работой легко справится даже чернорабочий или рядовой стражник Это относится к разрядному столбу И к световой стене И даже к самодвижущимся повозкам Которые могут позволить себе богатые горожане Единственным недостатком изобретения Соколова является уязвимость самих баков Уже несколько человек пострадали от взрывов баков с ворванием Мы уже знаем, спасибо Я хочу этого чувака придушить Твою за ногу, ну почему? Вот, убить можно, задушить нельзя Черт с тобой Че за фигня? Ну я ж нахожусь за ним По идее, больше никого не должно быть Я спокойно погуляю До свидания 30 монет никто не отменял Тут еще должна быть, по идее, комнатка, в которой я не был Давайте загляну Здравствуйте Ну, это мне не надо Да, я, короче, эти качал Нет, R Да, R Я качал ловушки, все дела Но я так что-то этим всем и не воспользовался Ну что, стараюсь, блин, стараюсь играть по-тихому Стараюсь не убивать А они берут и такие Ну, так нельзя, и все Так, это я, скорее всего, читал Да-да-да, все, это уже было Хорошо, этот этаж мы зачистили Нижний этаж мы не зачистили Но туда я, наверное, и не пойду Здравствуйте Зачем вы тут так вальяжно ходите? Кто-то помог! До свидания Очень умно с твоей стороны, что ты не стала нападать Так, руны, получается, я здесь Красота Картина Соколова Руны я здесь собрал все Он харкается Этот примат харкается Но опять же, мне не оставили выбора, к сожалению Так, это мне не надо А вот это я заберу Здесь можно портнуться туда Я понял, хорошо Это того стоило Отрыв из книги о покойной императрице Многие из тех, кто жил в ее правлении Будут до конца дней оплакивать прекрасную Властительницу, которая приняла ужасную смерть От руки собственного слуги и защитника Прежде чем ее отец зашел на трон Колдуин был весьма далек от верховной власти Но вышло так, что прежняя династия угасла Не оставив наследников Новый император привел свои земли К процветанию, блин Увы, его дочери выпала иная судьба В краткий срок ее правления Империю раздирали политические интриги и раздоры Единство островов оказалось под угрозой Страшнейшим же бедствием стала Кристина Чумой Которая повергла в ужас императрицу Колдуин и ее подданных Сколько времени Корво провел в тюрьме Раз успели написать книгу про бывшую императрицу И сдать ее Костяной амулет Да, блин, он там Но я не пойду за ним Не знаю И похоже один амулет остался где-то на улице Раз он не числится у меня здесь нигде Опять Мне интересно, что там Ааа, я мог вот так вот сюда попасть Хорош себе это поджигать Че, че добру пропадать Так, ладно, нам туда, я так понимаю Идемте, я не против Я там где-то шаги слышу, если че На крышу Вроде как сюда нам Можно было, я уверен, пройти это менее кровожадно Но Во-первых, иногда я накосячил Во-вторых, иногда Игра мне не оставляла выбора особо Так что На крышу башни, да, поехали Дайте я загружусь Мы плохо начали Мы плохо начали Это было отвратительно Я сейчас выйду Надо будет сразу сохраниться Да, на крышу Все, опять Вон голова пошла Почему я не могу Вселиться В шерстяной мешок Так, лорд регент Блин, он меня убить может, если че Он давит крыс Так Думаю здесь Там лонгбой ходит Это толбой Я только сейчас-то услышал Черт Я успею его убрать отсюда или нет Минус один Черт Там этот Я ни разу еще с ними не сражался За всю игру Так-то по-хорошему Посмотреть бы где он Он внутри? Внутри? Серьезно? Так, тут вон три чувака есть, да? Есть тревога посередине Так Что мы можем с ними сделать? Я бы такой, чтобы поубирать их Что мы можем с ними сделать? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чёртку не оставил мне выбора таки Субтитры создавал DimaTorzok раз уж я нашумел и пойду этого сейчас тоже убью на 25 или он меня убьет все же очень просто да а почему хилка только половину восстанавливает кто там где у меня гранаты у меня же есть граната есть да ты нормально на упреждение стрелять я не пойму чем с ним бороться я понимаю что баки с ворванью все дела он лопнул а а а вот а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА